Ну слушай, отлично все слышно, я очень рад. Короче, у нас сегодня будет очень интересный собеседник, это Олег Кизару. Мы на днях писали пост, что сегодня будет прямой эфир совместный. Вот, он посвящен выходу коллекции Выбор. В свою очередь коллекция Выбор посвящена решениям, которые Вы принимаете в сложной ситуации, и нам очень интересно над темой пообщаться с людьми, у которых были довольно-таки непростые условия, им приходилось выбирать либо отстаивать свою точку зрения, либо принимать сторону, которую легче принять, да, когда складываются не очень хорошо условия. Вот, над темой будет интересно с Олегом сегодня пообщаться, так что, думаю, скоро уже он появится у нас, и мы начнем. Так что, ребят, готовьте свои вопросы, мне реально будет очень интересно зачитать ваши вопросы, так что принимайте участие более активное. У нас еще, кстати, планируется череда совместных трансляций, наверное, раз в неделю. Следующая планируется на 27-й, кстати. Там будет тоже очень интересный человек с очень интересным творческим путем. Мне даже просто интересно было бы поговорить без вашего участия даже. Но я думаю, все вместе будет прикольно. Я думаю, сейчас будем уже Олега приглашать сюда. Про Рики. Про Рики очень много интересного, но чуть попозже расскажу, как быстро выключился. Самая крутая поговорка, я считаю, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь, поэтому про Рики чуть попозже. Как дела, братишка? Угу, здорово, нормально. Все хорошо. Зарабатывай на Рокс Казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Дела нормальные? Да, как на студии дела? А? Как на студии дела, говорю. Слушай, к сожалению, не поехал, потому что там ливень огромный и что-то там с такси какие-то проблемы в Барселоне сейчас. Слушай, ну у тебя прям кусочек Санкт-Петербурга в Барселоне сегодня. С дождиком. Это да. Ну, редко очень бывает такая погоня, но она мне напоминает сразу откуда я. Слушай, у нас еще здесь снег и Новый год почти, поэтому до дождей еще нам долго. Слушай, ты подвисаешь немножко? Меня нормально видно? Так, у нас походу со связью немножко. Калат сделал время. Все, я буду смотреть на романтику. Тебе меня хорошо видно? Да, да. Все, короче, видимо слишком много расстояния между нашими городами, поэтому такая херня. Ну, бывает такое, да? Да. Ну так что, давай начнем. Я представлюсь для твоих ребят, которые смотрят, а они меня не знают, я думаю, пока. Меня зовут Илья Джайер, я основатель дизайнера бренда Skillback Санкт-Петербургского. Вот. С Олегом мы еще довольно-таки с детства знакомы, играли в баскетбол вместе в Санкт-Петербурге. Вот. Потом дороги наши немножко разошлись, но сейчас все сходится обратно. То есть все творческая энергия начинает друг другу тянуться. Вот. Естественно. Да. Вот. И у нас выходит коллекция с названием «Выбор». И эта коллекция, основной посыл в ней – это дать немного силы людям, которые сталкиваются сложными ситуациями в своей жизни, чтобы они не прогибались под сложные моменты, которые им навязывают, а двигались своей дорогой. Об этом выбор. Но мы сегодня не об одежде будем говорить, и вы хотите сами все посмотрите в Инстаграм или ВКонтакте, неважно. Вся цель в чем? У меня есть несколько людей, у кого я знаю, были сложности на их пути жизненным, творческом. И все говорило о том, чтобы они отказывались от своих увлечений, от своих желаний, от того, что им надо вообще в жизни. Слушай, если честно, Ильюха, так происходит не только с твоими увлечениями, твоими интересами. Так может произойти абсолютно с чем угодно. Потому что люди, они думают, что могут навязать свое мнение чужое и никому не нужное мнение. Если люди будут прислушиваться к навязанным мнениям, то у них никогда ничего своего не будет. Никогда. Ну я согласен полностью. Вот. С этим поспорить невозможно. В общем, об этом мы не будем сегодня говорить. Вот. То есть, я говорил о том, что как раз у Олега была ситуация, да. В принципе, многие о ней знают. Но я думаю, что... А, я об этом говорил чаще, да. Не о самих моментах, которые мы говорили. Вещай, вещай. Ты же знаешь меня с детства, каким я был, да, и так далее. Историю ты мою знаешь не от кого-то, а от нормальных людей, да. Так что ты имеешь право вещать. Вещай. Вещай, вещай. Смотрите, ребят, какая история. То есть, например, делай одежду или делай творчество, делай музыку. В общем-то, очень много людей не вкладывают ничего в это. То есть, получается, пластмассовая деятельность для поддержания. Какой-то, не знаю, покушать, сходить куда-то. Это бесполезно. Несут ничего людей такие обществу, да. Вот. Мы сегодня поговорим именно о том, что очень важно вносить свою деятельность. Какой-то призыв к внутренней силе, да. Вот смотри, Олег. Понятно, что была история у тебя с вынужденным приедом в Питер. С держанием и так далее. Мне на что больше всего интересно. До этого всего. Я помню, когда ты делал по-поседониму Янки музыку, да. И в самом начале я помню, когда мне Райс показывал. Привет, Райс. Антон – это такой очень хороший друг наш. Мы играли баскетбол, рисовали графическим. Если он нас смотрит, то привет ему. Олег, скажи, в самом начале, когда ты делал музыку, как вообще твое ближайшее окружение на это смотрело? Самая ближайшая семья, ближайшие друзья? Слушай, ты знаешь, Ильюха, к сожалению, у нас так ко всему относятся в стране, что, естественно, не было абсолютно никакой поддержки. Я не знаю. Может, это лично у меня в семье было, да. Я не знаю. Может, в других семьях как-то по-другому, но моя мать и мои родители категорически против, чтобы я занимался какой-то музыкой. Если честно, они даже не знали, что я этим занимаюсь, потому что я знал, что мне скажут на это, да. В принципе, у меня даже не было никогда, знаешь, в мечтах стать рефером, братан. Какая первая мечта у тебя была? Мне хотелось стать очень какой-то такой, ну, в криминальной истории, ну, типа, таким человеком интересным. Но я не знаю, кстати, почему меня тянуло всему этому плохому, но мне нравилось, и я никогда не хотел стать каким-то рэпером, там. Ну, я никогда не думал, что появится такая вообще музыка, как трэп, например, да. В общем, на самом деле все довольно-таки интересно сложилось и получилось, и время идет, знаешь, и ты должен идти в ногу со временем. Потому что если ты не идешь в ногу со временем, жизнь тебя наказывает, ну, ты становишься, ты, ну, начинаешь отставать от людей и от общества. Это не очень правильно. Но я не говорю, что надо быть каким-то, там, модом, там, или еще, знаешь, следить за модой постоянно. Нет, надо просто идти в ногу со временем в музыке, да, потому что она эволюционирует постоянно. Если ты не эволюционируешь вместе с музыкой, то зачем ты этим занимаешься? Слушай, знаешь что, Олег, я еще успеваю смотреть, что пишут ребята. На самом деле тут очень много забавных комментариев, но, я думаю, ты привык к этому, вот. Но между ними просказывают реально прикольные, то есть... Слушай, мне неинтересно, братан, я вообще не отвечаю почти никому, я не читаю больше ничего и никак не реагирую на них и не буду реагировать. Потому что все эти люди, они запутались в себе и в своей жизни, как бы, ну, так что... Слушай, ну, а если они на тебя смотрят, значит... Все пишут, кто грозится, там, что-то там, знаешь, разобраться, там, или еще что-то, да? Или какие-то, ну, угрозы кидают. Вот все люди эти, которые это делают, когда они рядом, они сука трусы, как бы, от страха хотят убежать, как бы, в соседнюю комнату и ни слова мне не говорят. То есть интернет — это такой... Татализатор, так сказать, негатива, знаешь, и всего... Всего ненастоящего. Ну, смотри, с другой стороны, знаешь, что? Я вот так продолжу твою мысль. Большинство из них, кто это пишет, да? Там внизу странные комментарии, они не очень взрослые, и давай их направлять немного в другую сторону, более такую осознанную, чтобы они быстрее прошли путь к своему сознанию, к своему выбору какому-то, понимаешь? Слушай, Ильюха, ты знаешь, я долго пытался им что-то донести, они не хотят слушать, Илья. Тут дело не в том, насколько ты умный и насколько ты хочешь помочь им, да? Дело в том, что люди прошли какой-то жизненный путь и опыт имеют. То есть, пока эти люди сами не ткнутся на жизненные проблемы и на неудачи, и не поймут, что в жизни не все просто так, и жизнь на самом деле нелегкая вещь, и у всех она хорошая, замечательная, добрая и веселая. Ну смотри тогда, давай так, сразу перейдем к этой части как раз, что, я не знаю, очень много разных жизней, понимаешь, чтобы говорить. Да, давай смотри, тогда перейдем к этим вещам. Я устал. У тебя меня слышно? Да-да-да, я слышу, ты просто пропадаешь, связь не очень хорошая. Да-да, у меня тоже такое немножко. Смотри, если меня слышно, то я бы хотел тебе пару вопросов сейчас еще задать. Смотри, как я понял в самом начале, не очень много поддержки было в твоем пути с музыкой связанным, да? У меня не было поддержки ни от кого, братан, ни от моих друзей, да я их друзьями-то назвать не могу. То есть ни от кого, ни от родителей, ни от друзей, никто не верил, и так всегда. Ну смотри, в какой момент начало меняться эта история? Знаешь, что будет печально? Будет печально, когда у меня выйдет третий альбом, четвертый, пятый, и ничего не будет меняться, я знаю, что ничего не будет меняться, потому что люди такие у нас в стране, они не хотят, не хотят расти, братан, эволюционировать. Слушай, ну не все, не все, ты же сам понимаешь, что больше массы может быть, но очень маленькое количество людей хотят двигаться, и естественно все эти люди меня касаются, потому что все такие люди, я их всех поддерживаю всегда, я всегда обеими руками за их движение и рост, понимаешь? Ну это правильно, потому что и остальные будут подтягиваться, это, знаешь, очень заразительная штука, когда ты показываешь что-то крутое, показываешь свой интересный путь, то и те, кто сначала хейтил, не понимал, говорил глупости, они начинают менять свою точку зрения. Ты помнишь, что наверняка в детстве у тебя было, когда ты говорил по одному, потом начинал меняться, становиться умнее, и они так же проходят. То есть я верю в людей в этом плане, даже в тех, кто вроде кажется не очень умен сейчас. Понимаешь в чем? Да, мне кажется, что мне повезло с теми людьми взрослыми, которые меня окружали в детстве, то есть я еще не в супер такую плохую компанию попал, то есть я попал в плохую как бы компанию, она хуже, чем большинство компаний, но от того, что она такая плохая, она на самом деле хорошая компания, потому что там тебя не научит быть, тебя там не научит быть куском дерьма, понимаешь, о чем я? Там, куда я попал в детстве, учили быть хотя бы, минимум хотя бы учили быть человеком просто, понимаешь, просто человеком, я не говорю уже про рэпером, не рэпером, бизнесменом, не бизнесменом, там учили быть человеком, твоими человеческими, твои человеческие качества проявляли. Слушай, ну это здорово, это здорово, много у кого людей такого нету. Смотри, знаешь, что я хотел спросить у тебя еще важное, был ли у тебя момент, когда ты хотел реально вот сдаться, например, ну просто пойти путем самым простым, когда, например, тебе приходилось скрываться, когда тебе приходилось ну выживать по факту, когда ты перебрался, у тебя были идеи все забросить и жить иначе вообще? То есть не говорить то, что ты говоришь, а пойти более простым путем. Будет ли это момент, когда ты сам себя спрашиваешь, зачем тебе вообще все это надо? Миллион раз. Самый, самый серьезный, когда был, можешь прямо писать? Самый доминантный, когда у тебя был сложный выбор и когда ты его сделал правильно? В тюрьме. В тюрьме. В тюрьме. Ну я не понял, чем я заслужил, понял. Пропадаешь, Илья. Алло. Алло. Да, да, да. Мэнни, ты... Я тебя слышу. Да, ты тоже немножко пропадаешь чуть-чуть, но я думаю сейчас наладится все. Тут с перебойчиками иногда. Сейчас хорошо слышно? Да, да, да. Слушай, я больше всего, естественно, ну, естественно, грустно было в тюрьме, братану. Ну, любому человеку грустно в тюрьме, нет? Ну, я согласен с тобой, братан. Ну, да, типа, я много думал над своей жизнью, правильно я сделал выбор, я жалел ли я об этом выборе, да? Как все сложилось. Ты знаешь, на тот момент, когда я сидел в тюрьме, я же не знал, выпустят меня или не выпустят. Понимаешь? Ну, смотри, какие у тебя были мысли касаемо дальнейших действий твоих, если тебя не выпустили бы? Ты думал менять что-то кардинально в жизни, например? Какой перед тобой выбор стоит? Нет, я не думал что-то менять, я знал, что меня отправили бы в Россию, я бы присел на пятерку, блядь, может даже и больше, не знаю. А может и поменьше, я не знаю, насколько меня посадили, но меня бы посадили конкретно. И, ну, просто не было бы нормального рэпа особым, блядь, все это время, да? Меня не просто так выпустили, братан, понимаешь? Ты же должен понимать, что меня не просто так выпустили. Смотри, после того, как тебя выпустили, я так понимаю, все гладко не было, совершенно. Что ты говоришь? Я говорю, после того, когда тебя выпустили, ты вышел, я говорю, твоя дорога не была гладкая, как я понимаю. Еще долгая. Блядь, жуткая связь, братан, жутчайшая вообще. Смотри, сейчас слышно? Сейчас получше? Я говорю, сейчас получше слышно? Говори, говори. Да, смотри, после того, как ты вышел, я как понимаю, у тебя не была легкая дорога в первое время. Какие сложности будут у тебя первые вообще? С чем ты столкнулся? Голод. Голод, место жительства, дальнейшие вообще какие-то планы на жизнь, да? То есть я вышел и я видел, как все ребята там поднимаются, да, там в Питере делают музлу. Зарабатывают то, 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 все. А меня посадили и про полгода вообще я ничего не делал. Ни слуха, ни духа, да? То есть на самом деле все, о чем я думал, когда сидел в тюрьме, это о том, как я буду идти наверх. Буду стараться и буду идти наверх, буду добиваться. Ты немного пропадаешь, но я думаю, сейчас уже, сейчас слышно меня? Слышно? Слышно? Да, 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 да. Слышно. Да, смотри. Хоть о чем-то из прошлого своего пути до и о каком-то поступке жалеешь вообще сейчас? Считаешь, что ты что-то сделал неправильно, например? Где-то неправильный выбор сделал? В какой-то момент. Или ты во всем уверен, что что было? Я жалею, что подпустил к себе слишком много русских ребят, когда был в Петербурге. Подпустил, был слишком добр, подпустил к себе слишком много людей, помогал им, одевал их, кормил их, накуривал их, упил их, отдавал многое. Я жалею об этом. То, что я отдал это не тем людям. Ну, я думаю, что без этого опыта невозможно было бы дальше развиваться. Сейчас ты понимаешь, кому можно говорить что-то, кому нет. Так, вообще, ты знаешь, я ни о чем не жалею, если честно, потому что все это опыт для меня. Ну, конечно. Знаешь, что еще интересно? Смотри, каждый день, вот реально, большинство ребят, которые сейчас нас смотрят, которые тебя слушают, следят за нашим брендом одежды, да? Каждый день большинство из них сталкивается с чем-то сложным для них. Может быть, это очень серьезное, может быть, более маленькие ситуации. Какой бы, может, ты дал самый дельный совет? Вот в ситуации, когда весь мир говорит им, что тебе нужно делать не так, как ты хочешь, а так, как надо делать. А человек, может, хочет другого. Какой бы совет? Надо прислушиваться, надо прислушиваться к внутреннему я и взвесить, взвесить все за и против. Ну, смотри, иногда бывает взвесить очень сложно, когда на тебя многие обстоятельства давят. То есть, знаешь, социум, люди рядом находящиеся, лже-друзья, там, лже-советники. Иногда бывает практически невозможно. То есть, тут, я думаю, самое главное именно любовь к какому-то своему занятию, к какому-то своей цели, которую ты видишь. И ее нужно хранить максимально, максимально ревностно. То есть, не позволять никому вообще вмешиваться в то, что хочешь ты по финалу. Да, ты правильно говоришь абсолютно. Ты знаешь, я много таких моментов вижу, что... Ильюха, ты у меня висишь, кстати. А, зависаю? Да, у меня картинка висит. Давай сейчас еще раз как мне, не знаю. Секунду. Ну, ты у меня нормально все, я все вижу хорошо. Ну, что, как там? Я теперь тебя не слышу, походу. Скажи что-нибудь. Где здесь? Продолжение следует... 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 но не все готовы работать для этого понимаешь меня а что в твоем понимании оставаться человеком что ты впадаешь в это оставаться человеком в моем плане это вот когда по улице идешь вот видишь ну какая-то несправедливость да происходит вот даже если у тебя ну нету сил это остановить да постарайся все равно понял я согласен с тобой даже если ты знаешь олег ты пропадаешь немного ты меня слышишь я тебя не слышу немножко да ребята у нас по связи что-то проблемки небольшие что-то 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 все ребят связь еще плохая к сожалению мы уже нормально не можем поговорить ну я надеюсь вам понравилось и тем кто посоединился позже по финалу скажи что мы разговаривали на тему выбора человека да в сложных ситуациях меня зовут Илья Джер я основатель бренда Steel Black я его старший дизайнер и было приятно с вами пообщаться и с Олегом мы еще встретимся еще пообщаемся у нас пара интересных проектов с ним будет еще так что всем хорошего вечера пока пока это Продолжение следует...